26 глава книги Пророка Иеремии В начале царствования Иоакима, царя Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. 27. Так говорит Господь. Встань во дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им. Не убавь ни слова. 28. Может быть, они послушают и обратятся, каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их. 29. И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, 30. То с домом этим я сделаю то же, что с селомом, и город этот придам на проклятие всем народам земли. 31. Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда он говорил эти слова в доме Господнем. 32. И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали, ты должен умереть, зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь, дом сей будет как селом, и город этот опустеет, останется без жителей. 33. И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем. 34. Когда услышали об этом князья иудейские, то пришли из дома царя к дому Господню и сели у входа в новые ворота дома Господня. 35. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу, смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города этого, как вы слышали своими ушами. 36. И сказал Иеремия всем князьям и всему народу, Господь послал меня пророчествовать против дома этого и против города этого все те слова, которые вы слышали. 37. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь голоса Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. 38. А что до меня, вот я в ваших руках. Делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. 39. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его, ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши. 40. Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам, этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего. 41. И старейшин земли встали некоторые и сказали ко всему народному собранию, Михей Морасфитянин пророчествовал во дни языки царя иудейского, и сказал всему народу иудейскому, так говорит Господь Саваоф, 42. Сион будет спахан, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего лесистым холмом. 43. Умертвили ли его за это языки царь иудейский и весь Иуда? 44. Не убоялся ли он Господа и не умолял ли Господа? 45. И Господь отменил бедствие, которое изрек на них, а мы хотим сделать большое зло душам нашим. 46. Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шемайи, из Кориа Фиорима. 47. И пророчествовал против города этого и против земли этой точно такими же словами, как Иеремия. 48. Когда услышал слова его царь Иоаким, и все вельможи его, и все князья, то искал царь умертвить его. 49. Услышав об этом, Урия убоялся и убежал, и удалился в Египет. 50. Но царь Иоаким и в Египет послал людей Елеофана, сына Ахборова и других с ним. 51. И вывели Урию из Египта, и привели его к царю Иоакиму, и он умертвил его мечом, и бросил труп его, где были простонародные гробницы. 51. Но рука Ахикама, сына Сафанова, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение. 53. Продолжение следует... 54. Продолжение следует... 55. Продолжение следует...